я могу сказать что ее нету просто я такой человек который не оглядывается назад для меня жизнь это всегда движение вперед либо просто движение я то есть я наслаждаюсь самим движением а ностальгия может быть бы наверное она была была бы выражена в какой форме но так как у меня здесь очень много русских но немного достаточно русских знакомых и друзей то есть практически практически все время по-русски и дома мы по-русски дома на трех языках по-русски по-английски по-латвийски я слабо говорю но я понимаю слов на 500 точно знаю хотя в основном в основном по-русски если жена приходит с работы тогда мне еще там оставляется английский продолжает говорить там по-русски но то есть такого нет с русскими здесь много общаешься есть такая пословица опять же stick with your own то есть будь частью своего вида понимаешь с русскими на связь несмотря на всех проблем и еще что-то уже знаешь откуда прилетит понимаешь уже знаешь откуда прилетит кусок сам знаешь чего и как бы нормально знаешь но вот сейчас да сейчас летит а с американцами нет ты можешь не знать не знать а к тебе прилетит это его не ожидаешь что он прилетит понимаешь а сосед пошел на тебя и в полицию пожалуйста там или еще что они и все а вроде улыбается тебе понимаешь при встрече она тебя накропал там бумагу что у тебя там еще не забор обрушился там еще что понимаешь или что ты шумишь там музыку громко включаешь ночью понимаешь а ты не знаешь ты думаешь что у тебя улыбается руку пожимает каждый а у него другой на уме но уме только и только там я любимый остальное ничего ничего не существует в этом смысле здесь к никакой никакой соборности конечно нет в том смысле вот это конечно там смеются многие там скрепы соборность это на самом деле не пустые слова это не пустые слова но нету и но не может меня меня еще с людьми которые с которыми я здесь живу меня ничего с ними не объединяет и их друг другом тоже ничего не объединяет понимаешь вот и все и все общество такое но есть какие-то конечно коммуны там такие тусовки не все очень жестко каждый сам за себя все ты оступился один раз и все это упала тебя никто не будет поднимать ты должен сам подняться но бывает что там из тебя из сочувствия кто-нибудь там знаешь какие-нибудь бывают моменты но так не очень все очень жестко очень жесткая она жесткая просто не в том смысле в котором люди вот здесь бедные ездят на двух машинах у него две машины тут вот это вот постоянно я смотрю когда читаю новости в россии да вот ерунда тем более сейчас это болезненно болезненная ситуация с украины года они сейчас их тут настроили понятно они они здесь я уже давно уже чувствовал сначала середины 90-х годов что они американцам говорили что они русские а нам они говорят что мы украинцы мы типа мы не вы и у нас вот эта своя здесь незалежность а в основном все здесь живут от украины и много живет очень частности не я живу здесь в этом районе и там ходят церкви своих специально сюда везли начали 90-х годов увезли только западной украины с восточной здесь нет практически никого они все западной украины вот из этой галиции которые говорят но на непонятном языке знаешь вот и они все такие вот я тебе скажу как я словом москалик отца вообще не слышал ни разу в жизни когда я в питере жил ни разу я услышал здесь вот это вот вся волна она здесь она пошла уже стали создавать какие-то байки там про голодомор какие-то у них мифи вот это вся мифология стала создаваться понимаешь и она когда видимо очевидно что все создавалось специально вот ну не будем а грустно потому что у меня дед дядька у меня дядька в черновсах жил дед на украине умер уже вот херсонской области поэтому я не понимаю и когда бэгэ говорит что вот мы один народ конечно мы один народ но людям то внушили что они не один народ понимаешь и вот это вот вся русская вот это вот нас здесь комьюнити как бы все кто знал я знал в основном много русских через через вот хоккей потому что они здесь у них команда 5 команд там или 6 было лада вот они назвали ладах это лада чтобы было типа не трава чтобы не было как раз лада она не играла нигде там я на прекратил свое существование вот они стали лада лада и легко произносить американцам и никого не обижают ни спартак ни динамо там никто не обижается понимаешь вот а потом когда произошли вот эти вот события на украине два года назад здесь комьюнити вот это полностью раскололась русская русскоязычная так скажем и ничего хорошего это в принципе отношениях не создало потому что натяженность одни вот это знаешь как говоришь куришь куришь пьешь они не женат значит путин виноват вот это вот все пошло понимаешь путин да путин это какая разница путин не путин ребята вас вас просто здесь вот здесь не были я здесь девяносто первого года я вижу кто сюда приезжал я вижу как это все происходило эти люди потом обратно туда едут понимаешь они уже типа здесь они по-другому это другие люди совершенно это уже не украинцы уже они уже американцы стопроцентно они говорят здесь но они говорят да говорят нам на море причем у меня даже были были вот ребятишки молодые потому что я в этом смысле кто здесь приезжал студенты и вот несколько лет назад уже много лет 10 назад мне тут знакомыми позвонил генка там звонит тоже украинцы знакомыми кудры из черкасс вот у меня тут три пацана им надо подработать они студенты ну пусть приходят читаем там есть но нужно было какая-то моментальная помощь и еще там вот они тоже вот наша нова там вот это вот то русский говорят и стали голодоморку я говорю ребят на руку голодомор но в то время все мерли от голода и южная россия это выбирала и все все подряд вот это специально все сделано специально чтобы только уморить вот эти хоть знаешь украинцы ну что за бред ерунда полная и уже там уже следили за тем как это сначала было сколько там но подсчитано что больше двух миллионов там не могу не могло умереть потом уже стало три потом стало шесть потом стало десять там уже думаешь е-мое йог и бабай да откуда вы ребята эти номера то берете о чем вы говорите вообще понимаешь и вот это вот все да поэтому вот такое вот дело где родился там их дело сгодился не было не было бы музыки было бы что-то еще может быть был бы пошел бы в афганистан там погиб ну кто знает но не надо просто не надо было как бы бояться жизни нужно было принимать этот вызов жизни все не все же были негодяй не все же понимаешь это зависит от человека как человек как человек себя поставил и как он как он идет по жизни понимаешь если он по жизни идет с открытым сердцем с руками которые знают то что они делают все нормально будет ну или это вот так